Приветствую, с вами Олег Соскин на большом моем канале. Сегодня 25.09.2023. Итак, все продолжаются удары. Теперь уже раньше было так, что Московия била по Украине, в основном по ночам, ну и днем, и утром, и вечером. А теперь уже идут практически почти одинаковой мощностью удары и со стороны Украины по городам Московии. Итак, давайте проанализируем и сделаем выводы из этого. Московия ударила и сильно ударила, надо прямо признать, и причем, честно говоря, думал, что не будет уже этих калибров. Но ударили, то есть вышли корабли их в этом Черном море, к сожалению, российского военного флота, и они нанесли удар, причем один удар был с подводной лодки с бухты Новороссийска. Это очень такой, как бы, поучительно, это новый такой элемент в этом плане. 11 крылатых ракет калибр сбили, но немножко не все получается. 19 ударных дронов иранских, шахет Тегерань, 3 ударных ланцета и 4 разведывательных беспилотных. Но были, получается, они все равно долетели, долетели до Украины, поражены объекты и в, особенно, конечно, Одесса, и зернохранилище, и вот этот огромный морской вокзал красивый, там гостиница очень такая симпатичная, Одесса. Вот, это все практически разрушено, и, видимо, даже восстановлению не подлежит, плюс попали еще в какие-то предприятия и так далее, и так далее. Короче, серьезный удар по хозяйственному комплексу Одессы, серьезный, и по экспортному зерновому сектору. Ну, еще ж врут, еще ж Зеленский дал Ермак, его завканцелярии, это ж команда всем этим прихвостнем своим на местах, чтобы правду ж не говорить, понимаете, все время ж врут. Сейчас опубликовали западные источники эти все, что сказали американские аналитики в этом руководстве, что все-таки где-то потери Украины исчисляются теми, что ушли, и жизни минимум 70 тысяч, минимум. А раненых там где-то по разным оценкам 150 тысяч, но называлась цифра и 500 тысяч раненых, ну, инвалидов и ушедших из жизни. А количество инвалидов за этот полтора года в Украине увеличилось, я вам называл цифру, она официальная на 300 тысяч, то есть колоссальные несет Украина потери, колоссальные. Но москови-то еще больше, конечно, это на порядке больше, но нас же это не должно волновать, как бы их потери, они нам, в общем-то, до одного места, это их, они должны сами, там есть население, которое должно само бороться за свою жизнь, оно не борется. Украине тоже плохо борется, но тем не менее, все-таки хоть что-то осталось еще, какие-то всплески борьбы за людей. В России там просто, там идет массовое уничтожение населения, то, что Путин делает, этот кагибистский, так сказать, сморчок, ну, это что сделаешь, такова получается, Бог попускает. То есть, ночь была тяжелейшая, удар по кривому рогу, тоже попали в какое-то предприятие, там, объект, скажем так, объект, как сейчас говорят, гражданский, там, какой-то промышленный, инфраструктурный объект. В Днепре попали, то же самое, это в Херсон опять, те Херсон вообще под обстрелами находятся, конечно. То, что не смогли уничтожить этот левобережный мешок, это просто позор и для Залужного, и для Сирского, и для этого Тарнавского, и... Ну, Генштаб уже вообще молчу, Буданов и Малюк, что же вы не можете этот мешок уничтожить, это в районе, вот голая приставь Скадовский, вот это вот тогда же сразу Херсон бы восстановился, он бы ожил хоть чуть-чуть, потому что его бы не обстреливали. Непонятно, почему не могут эту операцию осуществить, или ума не хватает, или знаний, или не дают команду с Лондона, Вашингтона, может и так, вполне возможно. Вот, поэтому произошел серьезнейший удар, в целом по народно-хозяйственному комплексу Украины разрушен еще целый ряд объектов. И, естественно, это ж не просто так, это рвутся все коммуникации, это газоснабжение, это водоснабжение, теплоснабжение, это дорожная логистика, это транспортная логистика, это логистика общественного транспорта в городах. То есть это получают, ну как бы превращаются города в призраки, такие как Мариуполь, такие как вот стал тот же Бахмут Артемовск, или тот же, скажем, Солидар, или Луганские вот эти города, которые были захвачены московитами. Вот это то же самое. Никто его восстанавливать, конечно, не будет. Он поедет, возьмите под Киев, в эти города, которые были оккупированы в феврале 22-го года. Кто их восстановил, посмотрите, сколько там разрушено. В Киеве и то не все разрушено, не восстановил Харьков, не Прест. Это на десятилетия. Это все на десятилетия. Поскольку война будет идти еще 10 лет, где-то 22-й, значит, это 33-й год, 20-33. Это да, где-то так. Если вот будет вот как сейчас, это до 33-го. Но еще я вам говорю, она же должна перекинуться на Польшу, на Балтию, на Африку. Еще должна быть Тихоокеанская война. Это же все еще впереди, впереди. Поэтому тут может она длиться вот у нас, как бы вот захвачена, ну, охватывает ареал наш, это до 10 лет. Может меньше, если бы умные пришли к власти. Но пока таких не наблюдается. Поэтому вот как сейчас, это 10 лет. А теперь смотрите дальше, что получается. Но Украина тоже уже наносит очень серьезные удары, и они усиливаются, и будут увеличиваться, потому что растет производство и наших, соответственно, дронов и прочих вещей, там, ракет и прочих. Вот. И, соответственно, дают же западные страны. То есть, нанесены целые несколько ударов по Курску. Вчера разбомбили им это, ну, не полностью, но так, повредили, скажем, здание, где их ФСБ сидит, ну, КГБ московское в Курске. Сегодня попали по админзданию, где легавые их сидят, полиция там, ну, еще нацгвардию, еще есть здание суда, здание следственного комитета, нацгвардии. Там у них прокуратура, у них налоговая, у них столько этих сидит карательных в Курске том же, столько этого аппарата карательного, что еще бить, бить и бить. Ну, то же самое, видимо, в Воронеже будет, Курск, Воронеж, Белгород, почему туда не бить, в эти карательно-полицейские органы. Надо, ну, естественно, должны быть тогда наноситься по администрации, скажем, Николаевская администрация в Украине разгромлена, Харьков разгромлена, еще есть другие города разгромлены. Видимо, надо и по их городам бить. Конечно, это высовет колоссальную панику среди российской, московской, московицкой бюрократии. Потому что они, бюрократия у них очень трусливая, она по своей сути кагибистская. Это все кагибистская шобла, которая Путин, вот эти все Патрушевы, Нарышкины, там, вот это Бортники и прочие рассадили, вот это, чмонников этих везде. Там, если у человека не сломлен хребет, он не может там должность в Москве получить, это ж понятное дело. Это только должно быть на него вот такая папка разного компромата, чтобы его можно было назначить на какой-то пост. Вот, поэтому тут как бы оно более-менее ясно. Удар был, видимо, какой-то дрон залетел аж уже в Ленинград. Там у них такой есть район, называется, слышите, Шушеры. Это в этом самом, есть такая, крыса была в Буратино. В приключениях Буратино, которая по мотивам Пиноккио, Алексей Толстой, кажется, или кто написал, так там была крыса Шушера, вот, которая хотела перекусить этому шею Буратино. Ну, естественно, у них, оказывается, в Ленинграде есть такой район Шушера, ну и Пуково, там, где у них этот аэродром. И там бахнули, и получилось, что весь этот район, аэродром оказался без света. Станцию выбили или попали туда, или что. В общем, уже добрались и до Ленинграда, до Санкт-Петербурга. Это ж только цветочки, будут еще ягодки, будут бить, бить, и будут они, Ленинград будет еще зимой без света сидеть, и без воды, и без тепла еще. Вспомните Ленинградскую блокаду Гитлера, годы вспомните. Это ж только вы так это, как бы, песни поете, там, у вас передается, а если на самом деле такое начнется, это ж не так просто все. Это так кажется, что вы там гуляете, у вас там эти витрины, вы отдыхаете, девочки, и там, в основном, там, это такой прямо гулебан стоит в Ленинграде. А может все измениться, блокадный город опять может стать. И кушать нечего будет, мягко говоря. По Москве были опять там тревоги, и, видимо, небольшие удары. Во всяком случае, три аэропорта встали. И Пулка этот, и Домодедово, и Шереметьево, и этот, как там, Внуково. Причем отменены были часть рейсов, часть задержанных. Так что кайф поймали по полной программе Москва. Ну, к сожалению, таких пока ударов хороших нет. Ни по Кремлю, ни по Мавзолею, ни по всем этим зданиям. Что-то не получается ни у Буданова, ни у Федорова. Но как-то это все с Москвой у них пока не выходит. По Севастополю идут, по Крыму опять удары шли серьезные. Конечно, там разрушено это здание этого их штаба военно-морского флота. Там они показывали ту икону Ушакова. Что-то она там, рама сгорела, а икона нет. Они будут крестный ход с ней делать. Вот, ну, такое дело. Это хорошо, что икона, значит, не сгорела. Но это ж ничего не значит, что Севастополь не сгорит. Это ж разные вещи. Вот. Поэтому будут у них, будут наноситься по Севастополю удары. Надо более мощно наносить. Ну, и надо, видимо, бить по Новороссийской бухте. Там, где эти стоят корабли, эти лодки подводные. Потому что оттуда лодка стреляла. То есть, они оборзели уже полностью. Значит, надо и туда бить. Значит, Новороссийску хорошо, раз они, население разрешает, чтобы лодки стреляли по Одессе, по Днепру, по Кривому Рогу, другим украинским городам. Значит, надо Новороссийск бомбить. А что делать? Нефтун же есть, там другие, там бобры эти есть, эти самые беспилотники. Надо бить в порт Новороссийский. Они же бьют по Одесскому. Значит, их надо бить. И вот это я хотел бы, чтобы понятно вам было. То есть, по Киеву как-то такое, да, тоже были удары. То есть, ночь ударов была. Украина била по ним, они били по украинским городам. Вывод, вывод делаем. Что, поскольку фронт стоит, то есть, на фронте идут тяжелейшие бои, там просто идет уничтожение живой силы. Это, прежде всего, и с той стороны, и с российской, и с украинской. То есть, люди, говорящие на русском языке. А в основном, больше 90% все крещеные, христиане, православные убивают друг друга. Причем большинство славянского, славянского этноса, восточно-славянского этноса. Это вообще такое, это безумие, безумие. Что сказал этот Грэм, сенатор американский, республиканец? Говорит, это вообще, война в Украине против России, это, говорит, просто идеальный вариант. Говорит, не погиб ни один американский солдат. И, говорит, наконец-то мы нашли, типа, страну и людей, которые в состоянии наносить мощнейшие удары по, типа, по России, да, по Москве. И уничтожать их потенциал, уничтожать их армию, людей, этнос. Это только мечтать можно. США и весь их эстеблишмент, все их теневая закулиса, плутократия, аристаллическая буржуа, финансовый капитал, империализм, суть американского империализма. Они только мечтали о том, чтобы найти таких, вот, как Украина, чтобы они, по сути, бесплатно, путем уничтожения своей страны, своего этноса, за какие-то подачки, совсем маленькие, которые все время выпрашиваются, уничтожали Российскую Федерацию. И живущих таких же самых славян на этой территории, христиан православных. Это вообще, это, блин, говорящих на том же языке, представляете? Это такой абсурд, это такой кретинизм, которого даже, это просто мечтать можно только. Для мировой закулисы Бильдербергского клуба, этого разных институтов будущего, там, этого комитета двухсот, там, трехсот и прочих международных отношений. Это только можно мечтать. Это, конечно, и главное, что есть два таких парня, с одной стороны, этот угребок, с этот штази завклубом в Дрездене, Путин, чистый такой угребок, ну, просто вообще никакой, да, Шаломов. А с другой стороны, Зеленский, конечно, это просто вообще фантастика. И ничего сделать нельзя, ничего. Дают опять деньги, дают, чтобы дальше убивали украинцев, ну, и с той стороны славян убивают, а те тоже ненормальные. Они еще, они, то есть, Украине же некуда деваться. Ведь в чем, ну, второй вывод делаем. Отступить нельзя, потому что, если отступим, они захватят дальше нашу территорию, понимаете? Ну, такой бы я вам вывод сделал. То есть, Украина будет наращивать по Москве удары. Московия тоже будет стараться адекватно уничтожать украинские комплексы и города. Но чем закончится? А дело идет к зиме. Холодной, голодной, мертвой земле. Зиме. Помните, как этот у нас Кличко говорил, что всех зима в землю типа закопали. Вот идет к этому дело, представляете? А если зимой будет голодовка, если есть нечего будет, это даже страшно подумать. Но пока так все идет. Так все идет. Поэтому вывод какой? Уже Ермак написал. Он же, видите, как сейчас отреагировал. Ну, потому что, ну, это ж... Ну, он завканцелярия, и мы шо, он даже не госслужащий, в случае чего сразу смотается. Игуляй Вася. Вот. Он сказал так, Ермак. Кожен удар по Украине для россиян матиме ответ. Демилитаризация России – это необходимость, оскільки свят не мает терпеть божевельного с ракетами. Набагато разумнее позбавить божевельного возможности використовывать оружие. Ну, вот и все. Вот позиция. То есть, Московия, готовьтесь. А поскольку сейчас еще придут, и, видимо, эти все-таки от Асанас, ракеты американские, а если они придут, и эти Таурус придут, ну, тогда все, тогда Севастополя не будет, Крыма не будет, но в России потом на Российский будет, потом еще. Поэтому вы, жители Российской Федерации, ну, те, что за этим самым там живут, как это сказать, ну, за Уральским хрестом, хребтом, это такое дело. У вас будет своя там песня. Там у вас Северная Корея есть, Тайвань, Южная, Япония. Там у вас Китай, Китай. Там у вас будет своя, так сказать, вырванные годы. Вот. Как это? Чубчик вьется по ветру. Так будет длиться, чтобы не знать, куда будете бежать. А вот эта вот часть, конечно, до Волги. Вот это я вообще не понимаю вас. То есть вы, особенно если брать до Ки, Калуга, это же селение всегда было славянских племен. То есть вы же практически тут все славяне. Вы что делаете? Вы сколько терпеть эту Москву дурацкую будете? Это шопло Кагибиско-Путинское. Вам не надоело этих миллиардеров терпеть? Там же есть очень умные. В Воронеже, в Курске, в Белгороде, в Смоленске. Вы что делаете? Вы же все будете уничтожены. Все ваши города будут уничтожены. Это же логика. Логика войны, она другой не бывает. Удар на удар, удар на удар. Больше удар порождает больше. Это же закон. Это сила действия порождает адекватную силу противодействия. Мозги включите там, на той стороне. Может, надо уже думать. Может, вам пора от этой Москвы, блин, отделяться. Да и все. И вместе бы что-то другое соорудили бы, а? Что-то бы сделали. Славянскую конфедерацию вместе. Или как? Русь. Может, я не прав, конечно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok